Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. С наступлением осени. Какой вопрос волнует россиян? Когда в России начнется бабье лето и включат отопление? Тепло в дома жителей Карачаева Черкесии должно поступить уже сегодня, сообщают в мэрии Черкеска. А по прогнозам метеорологов, солнце и теплая погода может прийти к нам уже к концу недели. А вот какая погода будет сегодня? В Карачаево Черкесии местами дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер восточный 5-10 метров в секунду и порывы будут до 11-14. Температура ночью 3-8, в горах минус 2 плюс 3, а днем 7-12 выше нуля и местами до плюс 7. В Черкесии небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночью 6-8, а днем 10-12 градусов тепла. Ну и начнем с юбилея. 70-летие отпраздновал известный поэт, публицист, журналист и переводчик, член Союза писателей России, заслуженный журналист Карачаева Черкесии Хусей Какушев. Около 15 лет Хусей Аскербиевич возглавлял республиканскую газету «Карачай». Его произведения опубликованы более чем в 30 сборниках, журналах и антологиях. Мастер художественного слова Хусей Какушев своим жизненным кредо считает служение своему народу. О том, как он стал публиковаться еще в школьные годы, что хочет подарить своим читателям и как можно сохранить родной язык. Хусей Аскербиевич и моя соведущая Белла Джазаева уже в студии. Доброе утро, и я передаю вам слово. Доброе утро всем. Доброе утро, Хусей Аскербиевич. Я безмерно рада видеть вас сегодня у нас в гостях, потому что мне больших усилий стоило вас уговорить, но не уговорить было невозможно. Год вот этот для вас был особенный, потому что это год вашего 70-летия. Несмотря на то, что вы его не отмечали в связи с теми событиями, которые происходят у нас в мире, тем не менее 70 лет позади. Хочу сказать нашим зрителям о том, что вы, на мой взгляд, один из самых талантливых поэтов Северного Кавказа. Вы журналист, вы литератор, вы переводчик. А самое главное, я всегда поражалась вашей жизненной энергией. Хочу сказать еще о том, что вы начали писать и печататься даже уже, будучи школьником. Вот как поэзия вошла в вашу жизнь? На каком языке вы стали писать? Как ваши стихи увидели, как они появились в печати? Расскажите, пожалуйста. Ну, тут, как у всех, в наше время, сейчас я не знаю, но в наше время не было детей, школьников, которые не писали стихи. Вообще-то все о матери, о весне, обо всем, что видят, писали. У нас такое время было, 60-е и 70-е годы, когда не было вот этого всего. И мы только знали родной язык. И в школе чем занимались? Кружки литературные там разные эти. Вот и начинали все, кто тайком. Я лично, например, очень секретничал, боялся, ну, робкий был. И не показывал никому, но постоянно писал, что-то хотел там, ну, потом не нравилось, все оставлял. Ну, первые, это не стихи были у меня, я первый о школьной жизни писал газету, начал писать. 13-14 лет, я даже помню, когда маленькая информашка вышла о художниках школьных. И такое было, как будто я совершил подвиг. И я помню, снег шел такой, Новый год это был. Вот, на Новый год этот, посвященный, по-моему, какой-то этот был. И радовался, прямо ходил, домой не заходил, мать кричала, ты что там делаешь, снег идет, иди сюда. И я вот так, это было действительно очень... Не мог себя радость вести, да? Да, настолько было, что я был доволен собой и миром. И вот так, и потом пошло, пошло, и я помню, в 64-м году еще тогда была маленькая газета у нас, Козыл Карачай, вот там у меня посвященный Новый год, стишок напечатали. Ну, видимо, потрогали там, отредактировали, наверное, но это тоже вот. И так вот потихонечку, ну, я все же не показывал, своим даже друзья не знали. А так, в газете, вот, когда они видели, меня хвалили, я для них был большой-большой писатель. Я представляю, какая для вас эта радость была? В те времена, сами знаете, авторитет писателя, поэт, это было вообще, как у космонавта. Мы, этот, поэтому вот даже я, школьник, друг, казался им каким-то этим. А так, я вот до 20 лет вообще не показывал никому, у меня много было этих рассказики, там, стишки всякие, вот, ну, обо всем, тематика какая-то была. Своя радость, вот, свои мысли, а мысли-то, ну, молодого человека, тем более ребенка, они такие глубокие, ну, то, что видит. О своей матери писал, о своем селе писал, о весне, о цветах, ну, вот так, вот. Так пошло, пошло, вот, пока этот институт не поступил, когда встретился уже настоящими корифеями, вот, такими, как Хубиев Магомед, Суинчев Азамат, там, там, Семенов Азрет, великолепные поэты, писатели, вот, там был клуб литераторов, или, ну, по-моему, клуб был, да, у нас в институте. Вот, туда ходили все со всего города, вот, там Хабсироков Хизир тоже участвовал, и там уже обсуждали наши эти, я, мне посчастливилось, вот, с этими великими людьми, их всех нету, да, Аллах им джан дед. Вот, и тогда, вот, мы даже, Магомед Ахьяевич Хубиев, он настолько умел поднимать нас, вот, он мне поручил этим, ну, переводить всех своих коллег, там, студентов разных национальностей. И вот, договаривались с газетой, нашей газетой, я других не знаю, просто я о своем говорю, вот, тогда уже Лильны Байрага, нам полосы давали, и мы, вот, иногда, так, в год, один раз, вот, так, там печатались студенческие стихи, рассказы, там, разные информации, вот, вот, я, это, как бы, был редактором всего этого, вот, так, а так, я очень несмелый человек в этих делах, просто вот, чтобы не подвести... Скажу более, вы в этих делах очень скромный человек. Да не то, что, я не знаю, насколько... Скоро прошло очень много лет, вы успели опубликоваться, вас успели опубликовать более чем в 30 сборниках и изданиях, среди них и Мингитау, и Дон, и антологии, и общие сборники, то есть, все уже было. Ну, вот, лично я, когда читаю ваши стихи, я не просто чувствую цвет, размер, я чувствую даже запах, до такой степени они выразительные. Вот, что вы хотите донести своему читателю, что вы хотите подарить своему читателю, надежду, что вы хотите дать своему читателю своими стихами? Ну, вот, когда стихи пишут, человек не думает о таких вещах, но он делится своей радостью, своими мыслями, своим отношением к миру, к людям, вот. А вообще-то стихи, и я из тех, которые не очень много пишут, но пишут тогда, когда вдохновение. Есть ремесленники, я не хочу никого, это тоже нужно, которые большие вещи пишут там. Там уже чувства вечные не бывают, как огонь, она потухает. А тут, а когда мы, это вот такие лирические стихи, особенно... Когда муза посещает. Да, она вот, они сами рождаются со своим, как ты говоришь, вкусом, своим светом, своим этим. И когда они искренне, действительно, от души человеку некуда деваться, и говорит он, вытаскивает сердце. И, конечно, помогает ум. Вот тогда получаются и радостные, и грустные, и все вот такие стихи, которых уже воспринимает читатель. Мы читателю ничего не дарим. Просто прогаем, если смогли тронуть его душу, вот, или заставили мыслить. Вот тогда, ну, удивить, конечно, тяжело сейчас, мы же не Пушкин, но в любом случае человек удивляется тогда, когда видит, что как он мыслит, как он чувствует, точно так же чувствует. Вот тогда читатель, вот тогда он тебе начинает твои эти творения, так сказать, воспринимать. А поэтому, а так, конечно, мы, поэт, если просто так пишет, так, все равно от того, вот, что ты пишешь, что из твоего опера вышло, оно должно иметь какую-то пользу, в конце концов. А польза какая? Тронуть душу человека, доброту в человеке, ну, делать добрые дела. Вот поэзия в этом заключается. А так и есть, конечно, стихи, в которых можно просто сидеть, тему взять, рифмы этот подобрать и написать. Ну, это по заказу. Это получается, как бы, да, ну, без этих. Без души. Да, без музыки, без этого просто. Может, такие тоже нужно будет, но я не могу, поэтому у меня мало стихов, поэтому я, ну, за них и не боролся. Вот они стихи, вообще-то, как дети у поэта. Если о них не подумать, не побеспокоиться, куда-то устроить туда-сюда, они так и остаются для хорошего читателя, который можете читать, потом найти. А так, вот, бегают там и музыку заказывают, и везде печатают, все такое. Если я один раз напечатал, дальше уже этот, я забыл этот, эти стихи, все такое. Вот. А 70 лет, вот, спасибо, конечно, за это. Это, честно говоря, я и не чувствую. Хотя... Я уверена в том, что вы это не чувствуете. Я не знаю. Может, Аллах немножко любит, наверное, но я абсолютно не чувствую. И годы, и вот это иногда меня в тупик, иногда ставит. Иногда неудобное положение. Я забываю, что мне 70 лет, и молодежью с этими, ну, как бы, вот, лезу не туда, короче говоря, не в свои дела, вот, молодежные дела даже. Вот, поэтому... А что это означает, что душа молодая, правильно? Да, душа молодая. Человек интерес, если не потерял, к жизни. Интерес к людям, к их судьбам. Интерес к истории своего народа. Интерес к его... Ну, вот, кстати, если говорить про интерес, я очень хочу ваше мнение услышать по поводу того, что сегодня вот творится с нашей поэзией. Вы много лет были главным редактором газеты «Карачай». Через вас очень много людей проходило. Вы многих знаете. Вы в литературе, как мы уже сказали, много-много лет. Вот как бы вы оценили нынешнее состояние нашей поэзии? Вот это очень такой больной вопрос, честно говоря. Потому что, знаете, перед нами вот поколение, оно ушло, почти ушли. Я даже не помню, кто остался. Очень-очень хорошие, очень талантливые, замечательные писатели, поэты вот. Хубиев Назир, Акпаев Азрет, Джазаев Балуа, Шаманова Медиха, Узденов Борис. Ну, очень много вот в течение этих трех-четырех лет, очень много наших этих, это поколение ушло. Вот. И наши поколения, сейчас 60-е, вот, 50-60-е годы, которые родились. И сейчас тоже, слава Богу, вот это поколение, есть, по мне, если вот так смотреть моими глазами, очень талантливые, очень большие писатели есть. Вот Лайпана Белял, Байрамукова Фатима, Узденов Альберт, ну, Дина Мамчуева. Вот такие есть, ну, и еще более-менее такие, ну, я их не очень знаю, но есть еще талантливые. Но самое плохое, самое вот такое опасное, печальное, вот это то, что сейчас за нами кто идет, вот за этими великолепными поэтами-писателями. Люди, очень талантливая молодежь, очень, да, но родной язык плохо знает. Ну, когда слово, оно же материал для постройки, так сказать, и поэмы, и стиха, и больших произведений, когда это материал, ты этим не умеешь пользоваться, что можешь делать, великое дело. Вот в этом опасность. Я, честно говоря, вот вы сказали, что я редактором, да, я вот 13 лет был редактором, и за это время очень много стихов, многие уже, ну, молодежь, все пишут, пишут, слава богу. Ну, ни одного уровень не тот, и язык не тот, понимаете? И это беда не только карачаевских пишущих, и всех наших вот братьев вот здесь, черкесов, абазин, нагайцев, но зато выросли, растут такие поэты, которые на русском языке очень хорошо пишут. Вот у нас, если карачаевцев взять, вот, Богатрёва, есть Чучаева, Алла там, есть Байрамкулов, вот, молодой парень, есть Узденов, Шамиль, они очень хорошо пишут на русском языке. А я, вот, черкесов я с удовольствием читаю, я даже удивляюсь, такой, вот, кстати, Братов Мурат есть такой, есть Бимурзов, очень хорошие поэты на русском языке пишут. Ну, нам-то родной язык нужен, родной язык. На русском языке сотни, тысячи пишущих на родных языках надо. И для этого, я так думаю, я всегда призывал и писал постоянно, читайте первых наших, они, если даже по тематике, по этим, как-то этот, не очень, но язык у них свежий, родной, как из родника. Язык у них очень хороший, сочный, добротный, народный язык, понимаете? И их вот, если читать, начиная с Хара Кюбер, я о нашей говорю, остальные тоже, наверное, знают. Вот, и очень хорошие писатели, поэты есть. Я их не могу здесь всех перечислять. Их надо читать, читать, задумываться над языком. Очень красивый язык. Я вообще, вот, Исмаила, Дзерчи Исмаила, к моему стыду, или, может быть, мы не знали его, не знали. А когда я узнал, я удивился, как можно вот на нашем языке вот такие вещи писать. И так, ну, такие словосочетания, которых сегодня никто и не пользуется. Вообще-то... То есть это вот как методичка? Да, вот. Я поэтому всегда... Как пример? Да, я сам иногда освежаю себя, читаю, вот, когда... И Лайпанов у нас был, вот, Сеид, вместе работали, бедный, тоже умер. Но вот его тоже читаю заново. Я читаю и Батчаева, Мусу читаю на карачаевском, который. На русском я могу читать кого угодно. Вот. Вот в этом было дело. Спасение нашего языка. Да, и поэтому, конечно, мне немножко больно осознавать, что неужели мы последние. Ну, я думаю, мы не последние. Хотя я не могу себе поэтам, вот, как вы говорите, не знаю, понемногу всего. Но поэтам я никогда не мог сказать. Ну, для меня это очень тяжело выговорить, что я поэт. Потому что у нас, смотрите, Хайсин Кулиев, Расул Гамзат, Давид Кугультинов. Ну, как можно около них себе поэтам? Об этом, конечно, будут судить ваши читатели. Я сегодня вас не буду заставлять читать ваши стихи, потому что я знаю, что вы их наизусть не помните. Вам легче читать. Да, я завидовал всегда тем, кто свои стихи может... Наизусть декламировать. Вот Дементьев был такой, Нашхубиев, Назир. Ну, я завидовал им на самом деле. Как хорошо... Ну, у вас есть еще время выучить собственные стихи? Да, ну, лучше пусть другие читают. Я поздравляю еще раз вас с вашим юбилеем. Я желаю вам долголетия, здоровья, творческих успехов. Приходите к нам еще. Спасибо, Беларусь, спасибо. Вам тоже успехов, вам всем. Очень большие, великие дела вы здесь делаете. Когда-нибудь наши потомки будут радоваться, что вы были. Спасибо, спасибо. Спасибо. Сегодня день защиты животных. Его цель заключается в повышении общественной сознательности в отношении защиты братьев наших меньших. В Черкесске работает госпиталь для тяжело больных животных «Белый клык». Благодаря неравнодушным людям собаки и кошки проходят реабилитацию после операции. И они постоянно нуждаются в материальной поддержке. Животным нужны корма, лекарственные препараты. Необходимо лечение в ветеринарных клиниках. Многие не проходят мимо и вносят по возможности свою лепту в благое дело. Только все вместе мы сможем помочь беззащитным и бездомным животным. С сентября месяца наши магазины запустили акцию «Добра». Мы решили помогать госпиталю «Белый клык». Единственный госпиталь в нашей Карачаево-Черкесии, который лечит и поддерживает бездомных животных, которые попали в трудную ситуацию. 5% от покупки в наших магазинах идут на поддержку тяжело больных животных. Госпиталь «Белый клык». Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программу о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия». Всем удачной рабочей недели и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok